Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал На Пару. Я уже снимаю футбол на YouTube больше 7 лет. Алина участвовала в челленджах, в викторинах, в FIFA, во всем, что угодно. Смотрела матчи, ездила со мной на футбол и даже женский. Поэтому сегодня мы проверим ее знания во всех аспектах. И начнем с самого интересного. У нас будет три этапа. Первый, я хочу, чтобы ты мне объяснила, что такое оффсайт, своими словами. Вот это сразу заходик у тебя. Давай, что такое оффсайт? Оффсайт — это ситуация, которая разворачивается возле ворот. Но в большинстве случаев в той территории. Должно быть так, что вот есть игроки одной команды, есть игроки другой команды. Когда ты забиваешь гол, если будет оффсайт, если впереди тебя нет игрока другой команды. Очень мимо. Нет, то есть ты подбегаешь к этой линии штрафной. В общем, ребят, если вы не знаете тоже, что такое оффсайт или знаете, поставьте здесь лукас. Кстати, я хотел бы сказать спасибо Алине. Она мне на праздник, на день рождения, который было вчера, сделала офигенный ролик, где позвала моих друзей и блогеров. И я заставляю ее уже несколько дней выложить его. Она стесняется, поэтому напишите в комментариях, что хотите это увидеть. Ну и поддержите ролик. Тогда она дропнет на канал. Ну или я просто тупо зайду под ее аккаунтом и залью. Так все-таки оффсайт, то есть по твоим словам, оффсайт только у ворот. Да. И оффсайт только когда гол. Не, не только когда гол. Когда пасуется кто-то кому-то, я не знаю. Максим не рисовал раз 10, если не больше. 7 лет. Ты уже два жената на мне. Да. Ты была на десятке футбольных матчей разных стадионов и уровней. Ну там экспертам виднее, где офсайт, чем мне. Что такое линия офсайда? Ты смотри, кольцо потихоньку это такое. Хорошо, вот поле, вот эта линия. Футболист бежит, вот смотрите, он бежит. И если дальше вот этой линии, где он бежит, нет игрока другой команды, то это будет оффсайт. А если хоть кто-то чуть-чуть перейдет в эту линию, то есть дальше, где бежит этот игрок, условно, Наполи против Интера. Игрок Наполи бежит, и если игрока Интера нет вот здесь, вот этой линии, то будет оффсайт. Все плохо. За 7 лет она так это не выучила. Я нашел статью на Sports.ru, все-таки экспертный сайт. Да. И у меня к ней есть тоже вопросы, но давай вместе чекнем. Оффсайт ситуация на футбольном поле во время игры, когда игрок атаки принимал передачу от одноклубника, находясь ближе к воротам. Вы видите сразу здесь ошибку. В этом же описании не когда принимает, во-первых, а когда передача выполняется, сами понимаете. Ладно, однако в определении положения вне игры есть некоторые нюансы, поэтому давайте разберемся. Разбирайся. Ну смотри, я была права, что возле линии, возле ворот. Да никакой линии нет, это может быть в центре поля. Все, что на стороне, стороны соперника, то там может быть оффсайт. Смотри, оффсайт линия находится по последней конечности, ну по крайней мере сейчас такие правила, последнего защитника. Воротарь не в счет. Да. Но если воротарь выдвинулся дальше защитников, то последний защитник считается воротарем в такой ситуации, ну по сути. Ага. Линия защиты ведется перпендикулярно линии аута, ну понимаешь, то есть поперек поля всего. В ауте сейчас я. В ауте ты сейчас. И получается, любой игрок, которому выдадут передачу или к нему случайно долетит мяч, то есть, например, если представим, что вот этот игрок A, как KDB, бил, попал в защитника и мяч контрикошетил, B это тоже оффсайд. Но при этом, если бы пас пошел от A к другому игроку, но B был бы рядом и не мешал, оффсайда бы не было, потому что ни он получил, ни он участвовал в атаке. А кто вообще эти правила придумал? Почему так? В чем смысл? А кто придумал, что парни ходят в футболке, а девушки вот в таких топиках? Почему не наоборот? У меня тоже, у меня грудь больше, чем у многих девушек. Не знаю. Есть понятие активного положения вне игры, когда игрок повлиял на ситуацию, тогда точно свистится. Но бывает и пассивное, то есть, то, что я тебе описывал ранее, если он не поучаствовал и не помешал защитникам, по сути, то... То есть, не участвовал в моменте. Да, да, то тогда аффсайда не будет свиститься, потому что он не участвовал в моменте. Также есть понятие искусственное положение вне игры, это когда защитники так... Силикон вставляешь? Коперируются, что они сдвигают линию в нужный момент, когда видят, что, например, сейчас будет заброс на Холланда, а не хоп, Холланда, получается, вперед таким образом сдвигает, сами опускает. А, саму линию сдвигает. Видишь, здесь, получается, игрок готовился подать, и все защитники сделали шаг вперед в голубых майках, и все желтые оказались в аффсайде, и кому бы пасс не пошел, то будет аффсайд. Ну, я была права, чтобы игроки той команды были впереди другой команды. Все-таки я и рассказывал, незначными нагнал, смысл бы тот же. Мне кажется, есть две самые сложные вещи. Оттащить меня от компьютера, это первое, а второе, это, естественно, обучить свою женщину аффсайду, но я буду учиться, у меня есть еще лет 30 впереди. Я надеюсь на старости, на смертном огне, когда она будет держать мою руку в больнице, и я буду умирать, она мне скажет, я знаю, что такое аффсайд, расскажет, тогда я могу спокойно закрывать глаза. Но дальше есть викторины. Более веселые, более красивенькие, как ты любишь, цветастые. Второй раунд у нас, ты должна угадать клуб по связке. Ну, то есть по нескольким флагам игроков. То есть я не стал делать весь состав, чтобы тебя не запутывать, но я взял ключевых. Это могут быть, например, три защитника, три нападающих или ворота. Пять всего. Давай, ты сможешь хотя бы три угадать, я в тебя верю. Первая связка, самая простая. Ну, это Египет, Аргентина и Колумбия, Венесуэла. Слушай, ты в Америке обучалась? Нет, кто это? Какая-то Аргентина? Ой, а, это Парагвай или Уругвай, кто из них. Ну, допустим. Короче, суть не важная, я все равно этих футболистов не знаю, я знаю Египет, единственный футболист, там есть Салах. То есть это Ливерпуль. Хорошо, кто другие игроки? Знаешь Колумбийца и Уругвайца в Ливерпуле нынешнем? Все команды, кстати, я сделал специально нынешний состав. Агуэра. Он аргентинец, во-первых, он уже закончил карьеру, никогда в Ливерпуле не был. Ты права, что это Ливерпуль, это Диас, Нунос и Салах. Диас, Нунос? Нет, я даже таких не слышала. А не Диаса слышала, справедливости ради. Нунос, я не знаю, он какой-то Нунос. Но это был просто. Да. Это был простой вариант. Потому что Салах. Поэтому двигаемся дальше. Вторая связочка, я могу сразу сказать, это интересно. Да, это очень интересно. Это Грузия. Грузия. Джорджия. Джорджия. Полланд. Африканские страны. Это проблемы с африканскими странами? I don't know. Это не Нигерия это. Знаете, что смешно? Из-за фифы и футбола я африканские страны знаю, потому что не надо понимать, что с чем лимкуется. Это Нигерия? Найджерия. Да, правильно? Кого мы знаем из Полланда и Грузии? Я думаю, это легче. А еще позиции надо смотреть, да? Ну, я же могу сказать, это левый атакующий игрок, там, правый атакующий нападающий. В Польше это Зелинский. Потому что с много шуток ходит, я знаю. Это, конечно же, Ливандовский. И все. Вот эти поляки, как бы, на этом закончили. Из Грузии я знаю Каху Кобидзе, который мэр. Но я сомневаюсь, что это он. И я знаю... Ну, я могу тебе сказать, что Каха, футболист же бывший. Да, я знаю. Он играл в этом же чемпионате. Итальянская. Мне нужно было в Милане. То есть, это итальянский клуб. Хорошая подсказка. И я знаю второго. Это Хвичо. Наверное, это Хвичо. Допустим. Что за клуб? Где играет Хвичо и какой-то поляк. Какой-то поляк. Хвичо с поляком играет в Италии. Да ладно. Слушай, потому что ты мне дал подсказку. Я предполагаю, что это не Ювентус и не Милан. Что-то такое. Я думаю, это или Аталанта, или Наполи. Твой финальный ответ. Аталанта. Наполи. Пой. Мне кажется, я угадала, если честно. Потому что так близко. Нет. 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 Не, Максим. Все куплено тогда как-то. Нет. Неправильно. Ты сказала Аталанта Наполи. Ты назвала футболистов. Дорогинский. Ты права. Ты видишь, какая я умная? И ты говоришь, что я еще не права. Здесь полбала. Я угадала бал мне. Полбала. Полбала. Я молодец. Ну такое. А в сайт могла бы и выучить уже. Третье. Видишь, расположение игроков немножко... Это флаг Германии просто перевернули. Немножко расположение другое. Это специальная подсказка. То есть, скорее всего, кто внизу? Вратарь. Вратарь, немец и австриец. Путем легких вычислений, скорее всего, это какой-то немецкий клуб, наверное. Допустим. Ну, чтобы всех своих собрать. Ну, здесь хотя бы бельгиец есть. Так, кого мы знаем бельгийцев? Бельгийц это Куртуа? Ага. Но они в немецком клубе. Так, это надо назвать клуб, да? Ты знаешь одного австрийца? Я могу взять подсказку. Он темнокожий. Да. Это я знаю. Это он. Да. Но это мне не очень помогло, потому что я не знаю, где он играет. Настоящий австрийец. Мы будем его толкать, где играет Куртуа. А Куртуа на ворота? Слушайте, мне кажется, многие мужчины, которые я с вами постарше смотрю, такие... Как приятно, можно поговорить о футболе, да? И я даже молчу. А потом передумали такие. Так, а Куртуа, он... Сейчас я позорюсь, когда скажу, где он на ворота, потому что я не знаю. Он в реале. Может быть, я не знаю, я не подсказываю. Ах, кто за... Два немца будет. Или своей чуйки. Смотри, есть два варианта. Развестись или угадать. Давай. Я выбираю угадать. Это или Дортмунд. Я вдохнула с такой полной уверенности и передумала, как будто. Короче, я говорю, что это Реал Мадрид. И ты полностью права. Серьезно? Алаба Рульгер Куртуа. Эдер Милитау обычно там бразилец, но он травмирован. Вы видите, вы видите уровень экспертности моей? Если учитывая, что я очень давно уже не слежу за футбольным миром, как-то от него я отдалилась. Кто эти люди? Что немцы опять и англичане? Она оппозиция, это получается... Ну, я тебе могу подсказать, это, грубо говоря, левый фланг, правый фланг и нападающий. Ну, то есть три его в нападении. Три в нападении. Два из них немца. Но это точно немецкий клуб. У кого еще будут нападения, сколько немцев? Я думаю, что... А что англичане делают в Германии? Ему визу дали. Ладно. Я думаю, это Баруси. Я тебе дам шанс исправиться. Бавария. И дам подсказку. Один из громких трансферов этого лета. Вот, ну, кроме Саудовской Аравии, да? Я как эксперт по трансферам громкий. Одного из лучших нападающих в мире, наконец-то, отпустили из плена. Выпустили из подземелья без трофеев. Лучший нападающий в мире? Один из. Кейна? Да. Его отпустили куда-то? Да, наконец-то. Класс, классно. Может быть, трофей выиграет свой первый в карьере. Я, естественно, об этом трансфере не слышала. Потому что я слышала о всех трансферах, что Саудовская Аравия собирает просто новый офигенный чемпионат. То есть Кейн ушел в Германию. Это Бавария тогда. Правильно, они нашли замену Левангольскому. Да ладно, они его заменили на Кейна. Ну, Левангольский ушел в Барс в прошлом сезоне. Им нужен был нападающий. И Левангольский, мне кажется, с Кейном это максимально похожие игроки. Ты как думаешь, заиграет он там? Нет. Ты думаешь, совсем другой стиль игры? Я думаю, он уже сдуется, потому что устал морально. А сколько ему лет вообще? Много? Муравейсник. А, тогда еще побегает. Ты видел себя? Вы видели, кстати, Максима, 30 лет? Посмотрите, какой бык, просто скажем. Самый на свете сил. Я сейчас даже не в Дубае, не в пустыне, а песок на сиденье уже есть. Давай дальше. Но это было хорошо, ты угадала, но немцы, конечно, заспойлеры. У меня была идея поставить слева не Сане, а Коумана, и там был бы француз, и тогда бы ты угадала дольше. Но я решил тебя пощадить. Пятое. Найс! Так, ну смотрите, мы смотрим что-то Холланд. Норвегия, это Холланд. Других норвежцев нет. Бразилец и англичанин. Холланд играет в Сити. Но кто там бразилец? А какая-то позиция здесь у тебя? Вратарь? Нет? Левый атакующий игрок, правый и нападающий. Я, если честно, не понимаю, в чем разница между нападающим и атакующим, если они все равно бегут и нападают. Типа, мне кажется, просто название не джемпер, а пулловер придумали. Вот такая же разница. Тогда это Сити, я не знаю другого. Нет, даю еще попытку. Еще есть Одигер. Что? Одегар. Одегар. Да. Он тоже норвежец. Нифига себе. Я не подсказывал им, клянусь. Я сам в шоке. Я вспоминаю в закромах своего разума, кто еще есть. Я в душе не чаю, где он играет, но я знаю еще одного норвежца. Я тебе могу сказать, что это Одегар. Потому что, если бы это был Холланд, Холланд был бы Настрия. Он же у Настрии есть. Как все сложно. Так, где играет Одегар? Я думаю, он тоже играет в английском чемпионате. Потому что он есть англичанцы. А у тебя не все так работает? Давай, у тебя 10 секунд. Это не Ливерпуль, это не Ювентус, это не Сити. Челси? 5, 4. Сколько это было Челси? Арсенал. Блин, следующий мой по списку был Арсенал. Габриэл Джезус и Сака. А, точно. А Одегар, кстати, провел потрясающий сезон. Он еще молодой тоже. И я потрясающе ответила, что это Одегар. Ну, да, за Одегар можно накинуть. С этим ты неплохо справилась. Но следующее я решил удивить. Мы сначала обсуждали, что ты будешь угадывать игроков по клубам, по карьере. Да. Я предлагаю тебе угадывать игроков по силуэтам. Ого. И первый силуэт. Это как будто заставка какого-то бренда, почему-то ассоциации. Типа Джордан, да? Я не знаю почему, что первое мне пришло в голову, когда я увидела. Наверное, первая интуиция стоит доверять, это Неймар. И это... Я угадала! Блин. Это джест такой. Это бразильцы. Я не по жесту. И почему-то по волосам. Да, волосы тоже дают. И как-то вот я сказала себе, что надо доверять своему первому чувству. Вот как на экзамене. Что подумал, то и пиши. Вот так же и здесь. Ну дальше будет сложнее. Я предупреждаю. Сначала хорошее. Давай. Опаньки. Это второй парень. Ооо. Здесь волос что-то нет. Он лысый. Так. Это сложнее. Но он большой такой. Коренастый, кажется. Возможно, это Мбаппе по силуэту. Учитывая, что у него тоже не очень много волос. Вот напишите в комментах. Вы угадали бы вот этого парня по силуэту? Я лично эту фотку знаю. То по силуэту... Ну по жестам тяжело. Типа я не знаю, как офирменный Мбаппе. Я кроме Си, мне кажется, мало что знаю. Он вот так и делает. А, точно. Вот черепашка же. Я почему-то думаю, что он темнокожий. Или потому, что он темный здесь. Мне так кажется. Лукаку, возможно, он тоже большой. И тоже лысый. Пускай он будет Мбаппе. Доверюсь первому чувству. И ты угадала два игрока подряд. Офигеть. Только я была уверена, что он стоит спиной. А он неожиданно повернулся ко мне. Офигеть. Ну, немножко размыть вот это черное. Скрывает некоторые детали. Да, да. Делает сложнее. Но ты два из двух. Я думал, будет сложнее. Честно, не подсматривала. И я прям горжусь собой тоже честно. Давай дальше. Я тобой тоже немножко. Третий. Давай, у тебя 10 секунд. Раз. Роналду. Четвертый игрочелло. Это уже сложнее. Да. Блин, такая рука криповая-то получилась. Как будто она врезана. Скорее всего, она загнута как-то, да? Здесь непонятно, что это вот черно. Так, у него есть волосы. Это хорошо. Это хорошо. Я почему-то опять подумала про Наймара. Но это вряд ли не он. Волосы не кудрявые. Мне кажется, более прямые. То есть, например, это не афроамерикан. Они есть типа какой-то, что-нибудь торчащие волосы. Аналитика. У них больше кудряшка. Они прямые. Может, Месси? У него волосы так торчат вверх. У Месси есть волосы вообще? У Месси был бы на пол экрана только, дай бог. Я вот тоже об этом подумала. Но с другой стороны, смотря какой ракурс. Меня тоже снизу сфоткаю, я высокая. Нет, это не Месси. Ну, он точно стоит спиной? Нет. Блин, реально, кажется, спина человека и уши. Это еще лицо, значит. Ну, я не знаю. Пускай это будет Месси, но других вариантов у меня нет. Давай, я тебе дам одну попытку. Это игрок Манчестера Сити. Манчестер Сити. Кто играет Манчестер Сити? Вопрос. Ребром. Хорошо. Там играет Холланд. Но это не Холланд явно. Потому что у него волосы собраны. Там играет Бруно Фернандес. Я не знаю. Но это не он тоже. Допустим. Но я вижу их лиц, но я не помню их имен. Пять. Четыре. Это защитник какой-то. Три. Два. Один финальный ответ. Защитник Манчестер Сити. Блин, Дебруйна. Верух, рука вперед, оказывается, торчит они назад. И он лицо. Бинь, бинь, бинь показывает. Точно. Как я могла о нем забыть? Позор мне. Вот это стыдно, если честно. Все, все. Не, 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 подожди. Еще последний вопрос, подожди. На грани. Ластовый. Какая-то малолетка. Какой-то он скромный. Я тебе могу так сразу сказать. Он метр девяносто четыре. Да? Блин. А то что-то сложно пошло. Давай вернемся к тому, что я понимала. Кто это может быть? Метра девяносто четыре. То есть это какой-то большой человек. Ну смотри, кто высокий? В моем представлении высокий Холланд. Нападающий. Высокие Бензема. Но это не они. Но он кажется очень молодым. Венисиус Джуниор. Наверное, он тоже высокий. Нет. Он не высокий? Он же в нападении. Вместе тоже в нападении. Ладно. По факту. Левандовский. Нет, вообще не он. Златан. Вообще не такая прическа. Я тебе дам одну подсказку. Это англичанин. Харри Макуайр? Я подумала по нему, потому что волосок такой некрасивый торчит. Харри Макуайр! Вот этот волосок, это вот его. Я вот подумала, что... Ну, похоже на малолетку. Вот как я сказала. Если честно. На той фотке у тебя уже не малолетки, а теперь, когда смотришь, лицо прям очень слишком взрослого человека. Очень бутально. Диссонанс получился у меня. Ну, слушай, с игроками и командами ты справилась хорошо. Но офсайт бери книжку, изучай. Спортру не советую, там что-то как-то странное написано. Но на Википедии хотя бы почитай. Но в любом случае ты молодец. Я очень старалась. Ты в любом случае знаешь больше, чем большинство жен. И этим я горжусь. Ты не будешь там разводиться? Пока что нет. Посмотрим, что будет в следующих челленджах. Поэтому, друзья, подпишитесь на канал. Надеюсь, вам подняли настроение. Если хотите увидеть поздравления, я вам серьезно говорю, это супер мило. Даже я растрогался, я не такой человек. Поставьте лайк и оставайтесь с нами. На пару веселей. Пока-пока. Ой, такая молодец. Субтитры сделал DimaTorzok